Что будет на экранах с января, жители Прелузья знают на удивление хорошо. Региональные новости они смотрят регулярно, а потому весть, что аналоговая вещь о ней прекратит работу, для большинства не стала неожиданностью. Триколоры мы пользуемся уже давно, наверное, за лет пять точно. Мы, конечно, заметили разницу. То, что было раньше, то, что сейчас, совсем другое. Нам очень нравится, мы очень рады, что до нас это все дошло. Даже в таком отдаленном населенном пункте, как поселок Условь, это все берет и можно смотреть. Прелузский район охвачен цифровым вещанием на 98%. Построено семь станций. Лишь три населенных пункта пока остаются под вопросом. Там это вещание невозможно по техническим причинам, по рельефу местности тоже. Там по проекту должны были быть еще дополнительные станции, но их сократили. И проблема решается на уровне руководства республики. Спутниковое телевидение там показывает. Телекарта, триколор, есть возможность смотреть телеканал Юрген. Единственное, чего нет – бесплатного мультиплекса. Решение о том, какие каналы будут работать в цифровом мультиплексе, какие будут показываться в цифровом формате, принимается на федеральном уровне. И на текущий момент нет решения о вхождении региональных телеканалов. То есть это касается не только Юргена, это касается всех регионов. Ни один региональный канал сейчас в цифровом мультиплексе не представлен. Сегодня телеканал обещает параллельно, в аналоговом и цифровом формате. Но это затратно, а потому уже в начале следующего года от устаревшего сигнала откажутся. Напомним, для приема цифрового сигнала понадобится дециметровая антенна. А если телевизор старого образца, еще и приставка. Такие продаются в любом магазине электроники. А потому тем, кто еще не задумывался, пора поторопиться, чтобы в Новый год не остаться без своих родных новостей. Татьяна Супряткина, Анастасия Михайлова, Дмитрий Ведерников, Телеканал Юрген, Прилузский район.